Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с телеканалом Катунь24. Меня зовут Егор Матаев и прямо сейчас переходим к выпуску новостей. 272 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае. Под данным оперативного штаба выздоровел 101 пациент. Также зафиксировано 18 смертей от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 61 500 инфицированных. Из них 48,5 тысяч выздоровели. Свыше 3 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 672 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперативного штаба тяжелобольных 812 пациентов на аппаратах ИВЛ-239. Браки на дому и в больницах смогут регистрировать ЗАГСы. Минюст подписал приказ, в котором разрешается оформлять брачный союз в выездной форме. Регламент проведения регистрации максимально 150 минут с учетом поездки сотрудника ЗАГСа до места торжества. Основанием для этой процедуры должны быть особые обстоятельства. Правда, пока не уточняются, какие. Если же в выезде будет отказано, молодоженам пришлют письменное уведомление с объяснением причины. Два аварийных дома в микрорайоне ВРЗ и поселке Южном снесут в Бурнауле, а их жильцов расселят. Уже в ближайшее время жильцов дома на бульваре 9 января 104 должны расселить в рамках федеральной программы. А летом 2022 года строение снесут. Жильцов дома на улице Заротехнической, 19, поселка Южный должны расселить в ноябре 2022, а снести здание в 2023 году. Аварийным этот дом признали в 2020, со степенью износа в 63%. Полнокупольная проекция и современный центр детского научного творчества появятся в Бейске. Капитальный ремонт здания Планетария, начатое 12 апреля, подходит к концу. Какие обновления ждут посетители, узнала наша съемочная группа. 35,5 миллионов рублей получил дом детского технического творчества имени Савченко на приобретение высокотехнологичного оборудования. Это награда за победу в конкурсе на лучший инновационный проект среди российских наукоградов. Еще 36 миллионов выделили на капитальный ремонт здания по краевой адресной программе. И, конечно, мы должны это оборудование разместить в комфортных, чистых, красивых условиях. Поэтому вот так и затеялся наш ремонт. Для этого, конечно, очень мы постарались. Старается весь город, старается администрация города. Как вы видите, что работы очень большие, вплоть до того, что мы поменяли все окна, полы, перекрашенные стены. Часть оборудования уже установлена, например, полнокупольная система проекции. Осталось закупить кресло с откидными спинками для комфортного просмотра учебных программ. Мы можем показывать и звездное небо, и лекции проводить, и показывать фильмы. Программы учебные тоже здесь продуманы. Поэтому здесь, в принципе, на любой возраст и на любой вкус. На первом этаже здания изображены портреты ученых, которые внесли вклад в развитие науки и техники. Уникальную роспись 80-х годов решили сохранить. Ее выполнила киевская художница Галина Рюмина. На работу у нее ушло два года. В здании появятся и новые тематические росписи. В лабораториях современного центра научно-технического творчества «Космотех». Основная задача центра – это развитие детского научного творчества. Ведь что такое научное творчество? Это синтез знаний и фантазии. И поэтому очень хочется сделать такую организацию, где дети будут, во-первых, получать знания, совершенствовать их, знания в сфере естественных точных наук, физики, математики, астрономии, химии, биологии. И будут фантазировать, то есть изобретать. Образовательные программы «Космотех» рассчитаны на детей с 5 по 11 класс. Они смогут выбрать одну из шести образовательных программ. «Космо», «АйТи», «Аэробио» или «Робомодуль». Также в центре оборудуют хай-тек-мастерскую для нужд всех лабораторий. Чтобы попасть в «Космотех», ребенок должен будет пройти конкурсный отбор. Все программы центра будут бесплатными. «Космотех» рассчитан на 580 учеников, которых планируют принимать уже в сентябре. Анна Алымова, Юлия Шеломова, Сергей Балуев. Новости. На этом у меня пока все. Хорошего дня.